финал верхней сеточки ребятушки только-только стоун отправил лава сетку зил лузеров самого эдрина рейзи вот сражается с его коллегой по цеху майстро зина кури тонкие персонажи есть рельса уже у стола нет на стул и против рейзи бился на слайдере строги выбирает начал в общем изучать этих чемпионов петя красавчик инвиз использует динако в эту точку когда-то уже стрелял стол на турнире попал в инвиз тогда даже некоторые обвиняли в неких читах стоуна ну конечно же это не так это лишь опыт так рельс . рельс . стоуна узинаку есть шанс забрать сейчас рельсу себе хорошо надо что-то думать слышит жопа они попали в эту слышку 4 секунды и чтобы вернуться на мега но походу по низу идет не будет этого делать мега за зина кури штраф для стоуна но не штраф попадания прошу прощения второе и стоуну тут немножко под приплакела конечно даже обилочку заязал дабы не дать возможность динако хорошенько ляпали ракеты однако шав без компромиссов без компромиссов первый фраг за одинаков красный со штраф или уже только-только если сейчас нету стоуна походу будет ли драться да он на серьезных щах еще заходит претендует но пара рельсочек от зина ку явно рушат его планы на это дрогнула река река рука не река здесь не идет вздрогнула рука пара рельсочек где-то в пустоту один фраг ребятки на дм 6 это примерно как 5 на дипом брейсе там еще на стопку ляпнул азинаку претендовать должен выходить она не будет за мегу а он приоритетом своим фраг делает и может даже поплатиться за это оба основных айтема лежат не понял успел ли услышать динако время подъема хэви армора но мегу делает делаешь мегу значит на следующих хэви армор надо как-то прийти думаю все силы возложат для этого даже инвиз будет если что использован надо переходить уже на подъем хэви армора зачем ты тогда рисовал эту разницу по времени вот на позиции находится одинаково 7 секунд так так вокруг да около накатывает стоны мне кажется как резвиться знаете ребят выпустили покататься ты смотри на блат матрей наступил динако это даже новость для него была не рассчитывал он что ли но все равно удалось выжать мегу в этот момент приоритетом кую он вначале поставил хорошо ты играл дэвид более взвешено игру стоуна на слышке на данный момент конечно не назовешь очень скилловой возможно что-то в будущем даст возможность ей развиться ухты поджопник какой плотненько подлетел плотненько осталось пять минут внутри фрага конечно совсем не здорово для петра надо как-то под собраться что ли уже даже рук и джампы используют очень похоже на гг даже на пятый минут на шестой минуте что надо делать в таком случае конечно же от рельсы отыгрывать здесь был шанс парочку попасть тону если бы хотя бы еще одна залетела то можно было даже на подъем красного как-то претендовать но не тут-то было не идет стрельба тона услышка по крайней мере отгребает наглым способом позиции на заем миги джампы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аркадную загрузку себе на Хэви Армор Стоун 10 секунд до Меги И вот здесь, конечно, будет претендовать Наверное, на основной контроль Ну, да, заходи! Пошел именно! Первый фраг для Стоуна, ребята Ну да, я тоже запереживал, что, блин, стыдно было бы, если бы он его не сделал Три минуты и три фрага Ну что, Слэшка покажет? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Это что? Поинт-бланк! Поинт-бланк со стороны Стоуна Легла Никс и лишь два фрага преимущества Давай, Петя! На контроле, конечно, хорош Петр 15 секунд до красного не стоит терять столько времени Мы видели по силуэту Зинакус двух раз даже не смог забраться На ракетку Так, чисто прикалывался, наверное, Дэвид Легенькая тренировочка Вон у нас сверху Никс Ну, нужна, как минимум, еще одна такая сессия агрессивных выпадов И столь эффективного аима для Стоуна Дабы вернуться в струю игры А не бобра Так Заставляет выйти в инвиз Никсу Зинаку был готов к атаке Стоуна сверху Шафтом пробрив Не дал возможности как-то это реализовать Хэви За Зинаку подштрафовать не получилось Надо хотя бы мигу выжрать Давай, вышел! Ух! Я думал, там побольше Но всего лишь 35 Но все равно Все-таки это Дэвид Шауна Ух так Ну, кому повезет больше У Зинаку, кстати, чуть больше стэк сейчас Нежели у Стоуна Хотя Стоун выступает в роли охотика В 5 секундах и вермору Такой бы классный слайд Ну, забрал и пошел дальше Контроль основных айтемов Только так можно будет Никсуя Если она будет без ничего Ракета Пытается понять в том позицию оппонента Однако Никс вроде бы удалось его одурачить И уйти непобежденно 10 секунд Да, к сожалению Этих фрагов не отыграть Финал верхней сетки Первая карта За Зинаку Поражение Джи-джи Поражение Ну, активно Возможно Поспешил Стоун Со своим пиком Повторюсь Учитывая статистику Явно слэшка Не мейн Его персонаж Об этом говорит то Что он максимум внимания Уделяет мувменту И проценты попадания Вы посмотрите 13 18 17 Ну, алё, дядь Это что, Стоун Нет, конечно Ждем следующую карту Там совсем другая картина Должна вырисоваться Так Ну, давайте за Стоуном Начнем смотреть Молтен Снова Распашистая Раскидистая Карта На которой Можно Иметь время Подумать Какие-то тактические Мероприятия Принять Вайзер видит оппонента Понимает Каким образом Мог развиться Рейнджер Поздравительная рельсочка Вторая Может быть Еще одна Ай, молодец Но этого недостаточно На минимум ХП уходит Зинако Стоун Начинает Напрягать И еще Одна рельса Просто Что ты делаешь Петя Пожалей его Ха-ха Обалдеть Вот это рельса Действительно Взвешена Рука не дёрнула Четыре штуки Подряд И первый фраг За Стоуном Грубо Атакует Рейнджер Но не без Подарков Со стороны Вайзера Тоже уходит Рельсочка Была мною Зафиксирована Как минимум Стоун По праву Забирает Свой Желтый Арморчик Желтый Арморчик Желтый Арморчик Он На рельсе Лежит Что С вами Сделал Так Ну ладно Размен По рельсочкам Пришелся Не в пользу Петра Надо Искать Броню Немного Решает Изменить Зинак Уход Событий И походу Полярно Поменяться По айтему Заходит Нагло Рейнджер Не хотел Ему Не хочется Ему Терять Хэви Армор Нет Полярно Не разменялись Но лишь Небольшой Дилей Организовался Между Хэви И Мигой Именно В таком Порядке Появляются Айтемы По крайней Мере Следующее Растет Дилей Заметил Это Стоун И это Очень важная Информация Потому как Он понимает Что Рейнджер Будет Арияна Практиковать Атаку на Следующий Хэви Армор Если Он Этого Не Сделает Ооо Лишился Дэмэджа Ой Лишился Стэка Прошу Прощения Мда Удалось Реализовать Ему Задуманное За счет Сферы Забрал Хэви Армор И все Таки Покинул Мегу С двумя Поднятыми Айтемами Не Лучшее Время Сейчас Для Стоуна Но Эта рельсочка Конечно Одинокого Дала Хорошего Нахватался Дэмэджа Уже Не претендует На подъем Желтого Армора Развивает Темп Зинаху Очень высокий Но парочка Рельс Ах Того Мегу Забрал И на сфере Решил Может будет Драться Вайзер Но нет Не столь Сейчас опасный Рейнджер Понимает ли Это Стоун У них Примерно Правный Стэк Но Стоуна Нет брони Позиция Такая Прям Не Супер Ууууууу Хе Семьдесят Семерочка Выскочила Только что Из тела Рейнджера Вот Девяносточка Может быть Еще Да Рискует Рискует И Рис Не оправдался В этом Случае Но Ну и после этой рельси Зинако бы не помер. Видим, что был у него стэк. А это Дэвид. Развил атаку души Твайзера. Сферы лишившись. Интересно, стол он услышал Хэви или нет? Есть время до меня. Равно играют, ребята. Некая инициатива за Зинако. Однако так, чтобы прям перекос его сторону или доминацией, это назвать нельзя. Более выгодная позиция на Хэви Уст. Что у нас сейчас? Размен пареньцем. Зинако есть сфера. Именно за счет нее он и забирает Хэви Армор. Вот так вот нехитро, но эффективно можно использовать обитку Рейнджера. Небольшая аркада от Стоуна. Блин, Зинако хавает всю карту. Что нужно делать Вайзеру в таком? В просветочке пару рельсочек дать, да? Силой отбирает красный Арморчику Зинако Стоун. Что же будет с Мигой? Убийца Жаба. Убийца Жаба будет с Мигой. Вот вы все были свидетелями данного мероприятия. Все реже и реже. Анонсер говорит об этой ачивке. Я уже даже соскучился. Порой даже думал, что ее выбили из-за пехота. Но нет, все-таки убийца Жаба, ребятки. Когда-то на Иер Волне был прекрасный смайл. Но Стоун, заняв позицию, Аркадно залетел в неудобном положении. Подловил. Зинако, воспользовавшись ситуацией. Сокращает преимущество Дэвида до одного фрага. Четыре минуты. И Вайзер бэмс. Поехали. Я тебя вижу. Так, агрессивная атака. А он вернулся, ля. Как на салазках туда-сюда, ребята. Прям по типу элеватора или подъемники. В одну сторону едут, другие тянут. Так и случилось. Раззевел только что Зинаку своего оппонента. Вышел из боя непобежденным. Но все же Вайзер на неком контроле. Если билочка слышит оппонента, это значит, что через верх будет претендовать, да? Ну, три болта туда, которого нет, к сожалению. Неку халяву пытается насунуть Зинаку. Использует геометрию карты и... А-а-а-а! Ей-яй-яй-яй! Обоюдный фраг! Ха-ха-ха! Какая аркадная заруба прям только что была. Кому же повезло больше с айтемом? Стоуну! Стоуна уже есть рельса. Их! По стеку, конечно, преобладает Зинаку. С одной рельсы не попал там ни одной. Стоун не решился биться. За хэви армор. Кого-то навстреча неудачная для Петра. Зинаку с помощью шафта очень много выбивает хэпэш. И уже готов дефать. Хэви армор. Так, пять секунд. Стол на позиции. Ммм, наголовье. Обоюдный фраг снова, ребят. Да сколько и будет. Равные бойцы, равная игра. Интрига. Две минуты до конца. Дефраг преимущества. Пиакс. Пиакс. Не без девяносточки отпускает противника. Знаете, как на пассажок. Ну, ха-ха-ха. Пара секундами ГИ придется столу забыть о ней в этом цикле. Понимает, что ее забрал оппонент. Следующий примерно в десять. Очень много демоджа, ребята. Лишается сферы Зинаку. У-у-у-у-у-у-у-у. Мига есть. Мига желтый. И продолжаем пресс, братец. Давай, ракетку берем. Чик-чирик. Вот он он, вот он он. На ракету намотан он. Ха-ха. Уже даже рокенджампом спасаться пытался Зинаку. Однако мисс муммент вернул его обратно. Вы видели, он упал вниз. На контроле находится Стоун. Блин, не получился Каха именно пуля Кама пуля не получился К сожалению, за 20 секунд до конца Зинако стихийно Стартовая шога Что она делает, ребята? Она сравнивает счет И снова лишь один фраг Мы увидим в этом прайсе В состоянии Помнит, что желтый Сразу за ним хэви будет 5 секунд 4-3, надо вниз шафтом падать Очень достойные, очень равные игры Ребята, лишь господа Госпожа Госпожа удача Здесь именно на таком уровне погрешности Играли, что рассчитать Кто победит в этом бою Ну просто невозможно Я уверен, что ни один компьютер Бы не справился с этим Имея информацию перед Которая была Блин, ну здоровско Очень ровно Но все-таки Зинако Со счетом 2-0 В финале верхней сетки Одерживает преимущество И как минимум Второе место на этом турнире Себе уже заработал ГГС Ждем следующих видео Так, дорогие друзья Всех приветствую Финал не в без сетки 41-ая стоти турнира И хочу вам сказать Очень интригующий матч Стоун против Данча Сопоставимые по скилу игроки И тут такая история Сегодня таких регалий Нахватались эти киберспортсмены Небольшие инсайды По поводу Данча За поводом которого Мы наблюдаем даже сейчас Данча Отлетел в первом раунде В сетку лозеров А потом Вплоть до финала Сетки лозеров Выиграл всех Среди которых Арсений Гельц Бакстер Клик РМВ Ух И даже Гельц Стоун делает первый фраг В равной драке Не получилось Попасть первому Данча Как-то позиционно Анарки Отмансить лучше удалось Стоун же сегодня Тоже небольшая регалия Ну как небольшая Как будто Когда у тебя 21 И говорят Небольшой Средненький Вот Сегодня Стоун Отправил В сетку лозеров Рейзи Ребятки Вот Который Эдриан Да И который В последствии Тоже где-то там Затерялся В лозерах Не смог выйти В финал Вот такая вот Троечка Претендентов На лучшее будущее Стоун Данчис И в грандфинале Уже Майстро Зина Дэвид Дожидается Своего оппонента Соответственно Победителя Данной пары Вот тут Данчис Стреливает Своего оппонента Так Но Анарки Рожден Он был на шафте Прям Полуметра Не хватило Дальше Сюда бы Забьюзить Распаун На рельсе Ух Стоун Слишком хорош На анарки Я это говорил Десятки раз Но я думаю Пришло время Напомнить Еще один Мейн персонажем Является Анарки Для Стоуна Петра Уж очень Он на нем Хорош Данчис Демонстративно Показывает Именно это Время Выбрал Стоун Дабы Во все Тэки Зайти И драться Чуть Чуть Подбодрил Данчиса А Данчис 20 секунд Там Простоял Не развивался Именно нормально Чисто Выпец Курил Ребята Вот она Стреливает Здравствуйте Это Ракетки Вот такие Вот предлагаем Вам Говорит Стоун Архада Пытается найти Данчис Но Нет Пара Секунд Анарки Продолжит Свою атаку Слышит Выход Из телефона Я думаю Сейчас Хавает Хэви Армор И после Этого Плетненько Так Подушит Очередного Рейнджера Может Даже Ни одного Такая Прям Вестерн Перестрелка Получилась Ну Данчис Молодец Разрели Ланарки Конечно Здорово Перехватывает Инициативу И конечно По наследству Принимает Контроль Как мы Видим Обоих Мейджор Айтемов Стол Недоволен Пытаться Как-то Поддамажить Подштрафовать Да что ты Что ты делаешь Дядя Успокойся Ля Он именно Брыкается Да Ха-ха-ха-ха-ха Не получился Ни Мисс Муми Боже 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 Ты мой Обоюдный Фраг Конечно Стоуну Повезло Здесь Данчис Данчис Можно и Пригореть От такого Стоун Не то что Своим Как бы Этим Ракетой Тоже Добил Данчиса Но еще И Респаун Ему дали На Миге Который Впоследствии Сейчас Дает Возможность Претендовать На некие Атаки Вот Пожалуйста Типа таких Что-то Неплохо Штрафует Данчис Мало Остается Анатки Конечно Не будет Претендовать На дальнейшую Атаку Хэви Ну а Рейнджер Там Может Сейчас И Воссоздать Какое-то Наличие Атаки Руки Джампик Там Что-то Делает Привет Говорит Думал Обхитрить Вокруг Капальца Ввести Своего Оппонента Стол Но И здесь Была Прочтена Ситуация Данчисом Сокращает До минимума Преимущества Своего Оппонента Время Еще Есть И Один Фраг Конечно Не столь Значимое Преимущество В воздушном Контроле Все-таки Рейнджеру Удаётся Вырвать Хэви Арморы И Точнейшая Рельса Ракета Несмотря Даже На прожатую Опилку Анарки Лишает Его Жизни Сравнивая Счет Данчисор Интрига Нарастает На контроле Рейнджер Анарки Соответственно Нет Парочку Уколов Оставляет После Своего Визита Наркоман Тут Уже Горит Нет Я Не хочу Нет А это Доктор Прививочник Прямо Дно Шарашит И шарашит Его Не остановить Интересная Ситуация Не удалось Данчезу Проатаковать До фрага Стоун На контроле Тяжело Будет Ой 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 Анарки Поплохела Приточнила Никто Не держит Ничего Третью рельсу Промахивается Данчис Кто же Кто Ай Он открывался Все это время Ну а Стоун Так Саевого Отходил В сторону Уууууу Тверохо Умело Везер Тур Ту 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 Пьед Выходит Рейнджер Анарки Извините Пرف Перед Выходит Зарки Стон Сейчас На Стыки шафтеца ракеточек конечно же рейнджеру все гостеприимство своего дэмэджа принести для гостей то жалеть ребятки да тут как бы нет вот и шафтеца немножко в спину 85 какой же красивый был камбэк только что дальше за им не смог он справиться еще с одной волной ипостаси амарки вот я хотел сказать о наломи ну сказал уже ой что предполагает женский рот ноляпал дальше смотрите мне молодец все-таки шансов оставляет себе рельс . не зашла стон хозяин очередной лиги надо сейчас будет думать чем думать не будет я хотел сказать о красном но красный своровали уже и след остыл разыгрывает чудесная рельс . ой 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 ну но плотненько да можно ли назвать это шпарит думаю да полторы минуты четыре фрага данчес решает не терять время сдают в лнг финале нижней сетки стон одерживает победу на первой карте снади 0 что ребятки поехали на слайдере выступает динчезор против вайзера от стоуна вот так вот розыгрыш респа у нас через шафт лишает тебя возможности подняли один из айтемов все выиграл стоун однако пушек нету задача препятствовать дальнейшему развитию оппоненту нужен рельс советую молодчик застрелил стоун чисто подловил ха 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 некие точки пишет данчес рядом тильтостан менеджер данчеса уже звонит в контору по билетам и организовывает их покупку все в порядке вагончик купейный прям сразу четыре места из москвы прямо до тильтостана а ну-ка да очень похоже на это неплохо демонстрирует свои способности стоун данчес после фурорного прорыва по сетке лузеров я напомню вам ребятки хотя я напоминал наверно десятки раз уже там кельц арсений рейзи все легли но вообще просто и успокоились дальше сперва за первого раунда упал сетку лузеров и прошел по ней вот как то так ну пока что стоун оказывается слишком крепким орешком нет никакой доминации дэмоджа насыпает много но стоун просто знаете летящий походка и ту-ду-ду-ду-ду-ду я спишу мегу ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду оставлю тебя без нее ведь мне нужней хеви-армор лежит очень долго появляется мега и в размер по основным айтамом только лишь сыграют ребята не без трава конечно же история для дача за может развернуться как можно ярче стек преобладает и быстрый строк лишь только чуть-чуть души вайзора может как-то претендовать на изменение ситуации но вот такие ляпают сотки молодец за час перехватывает инициативу стек остался достаточно хороший вайзор пытается что-то сделать и понимая что отдал мигу выходит на хэви-армор хэви 1 но сделай дилей здесь мне кажется надо было делать дилей ой-ой-ой-ой-ой мама дорогая вы посмотрите вы посмотрите что делает данечка казалось бы потовище ситуации ему удача улыбается куда ты лезешь ой такой шанса он вникает себя больше зарывает по психологии да не конечно же уступает стоун у стоун это как бы не по крайней мере один из ультра крайне немногих людей которых я практически никогда не видел горящими ребята или в тельтостане да не в тельтостане это но прямо на у него флайер есть знаете ну вот этот абонемент ну вот из горючих молодых ребят темперамент что поделаешь вот не все столь выдержанный компьютер награждает полтинничком с ракеты находясь на контрольчике так именно все хорошо 100 на все здорово замечательно стек имеется сейчас а белочка сторожец чисто там где-то подзабит на шартики вообще знаете можно будет даже как бы но не замечать просто типа хорошее настроение вот такие рельсочки легенькие центр сохраняет стол не хочет уходить на шафт на но и понятно правильно 5 секунд грубо получилось удача заслами вы посмотрите что делает дальше за эти три точки уже устал писать это явно говорит о том что просто какая-то дичь ребята происходит и явно пастух это и дичи сегодня стоун красиво красиво прокидывает датча стри болтом ух перед этой шогой стон еще попал рельсу об этом говорит невысокий стэк по хп у данчи за мига конечно возвращает его в строй но все же общий стэк не сказать ударным не назвать вернее а вот здесь уже нас поджидает после черной рельсе воспользовался воспользовался ситуации стоун прокинул три болтец еще нигде на 18 хп оставляет стоуна будет ли додавливать доходит опасность прокидывает три болты и сокращать преимущество по фрагам до одного минимальное так сказать преимущество стоун не хочет отдавать контроль ну ракеты нету данчи занят ракеты все это время ему никогда было сходить на 10 хп выживая стоун делает фраг и снова два фрага преимущество у вайзера боже как здорово в это время крадет данил мегу лишь с цифрами таймингов может полакомиться стоун но вот и это рельсочка тоже может много чего решить есть секунда хэви надо пора занимать позиция позиция нам борту ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду я тебя люблю перестерянка на рейсах там внизу лежит хэви армор данчас выиграл ее и теперь будет претендовать на заем меги поспеши конечно же на джапад стоун не пошел хитрый танчезор молодец абьюзер спа сравнивает счет даня а это красота до финал не в десятке молодчиком вырывать контроль стек такой ударный надо нападать на майзера пошел страус пошел но нет но нет майзер отстреливается как сам дьявол привет дорогой аркадно поступил стоун решил что успеет но нет тут это было жестко организовать это преимущество многих сил потребовалось и труду это кровь и под квейковского формата но данчас очень поднялся в моих глазах те шутки про кельтостан и билеты которые заказывал менеджер данчаса в начале этой игры совсем неуместны сейчас вы посмотрите даже удивляет ай да даниил ай да молодец всего лишь минуту подержаться 5 секунд я почему-то больше чем уверен что это 11 время слишком мало находится строго это 11 мои дорогие 11 прекрасно ай да финал ай да турнир сегодня все именно на тоненького и интригующе ждем следующую решающую карту как же я люблю руины обожаю просто средние чемпионы ничего супер хитрого ну что сгорит нет ребята не сгорела голена первый фраг за данчас зам несмотря на то что стоун организовал некую засаду ух ты как много дэмэджа успевает попасть данчас надо ракетка идти потому как позиция на хэви уже давным-давно сдана а вот омеги мы еще подумаем ух тотемчик лечимся забыл подлечиться бывает такое силой наглостью грубой мне казалось что если бы он попал дальше он бы не дал возможности сторону то он бы погиб ну слюненький прогон пара спам и стоун уже впереди отец конечно он ух дальше сокращает шансы стоуна на поднять следующий на поднятие следующей миги я думаю что он даже претендовать не будет очень мало хп даже рельсичка до сих пор не держим зато с огоньком все это тема голена конечно с оверхилом да вообще большой профит на руинах столько ножка закоула столько много закоулков где их можно разместить и если в разных частях карты определенных условиях противнику просто некогда сходите разбить вот посмотрим стол нужен некий плюс бэк пустился со второй минуты ну с 3 фактически так как тигр все-таки дождался своей жертвы но нет не убил и ракета прошла и огонек ну красота вообще и ракета и огонек но шугу ну хотя бы шугу какую-то танчес так часто используют рельсу для добивания фух ну вот тут а 3 2 сгорел им рядом и не получается до конца зато у верхильный тотем и стол нашел один из них но есть шансы у даней конечно есть то он очень сильный но даня сегодня просто восхитителен 50 хп молодец до часов перехватывает инициативу пытается прогнать по респауну не получается мега мега иди иди за ней за ракеткой не теряй время контроль ты всегда отыграешь от него пытался что-то попасть на ней ракетки не хватает для такой некой ударной уверенности так частики имеется может быть скоро я по верхе ли можно будет заговорить чем черт не шутит стоунша стоит где-то разом рядом надо конечно желательно было немножко подразменять стек всего лишь 30 хп принесет мега ввиду этого не берет ее данчес понимает что можно выйти выудить больший профит да да вот видно характерная особенность тактического момента и теперь надо жестко драться так за хэви армор прям плотненько заходить прям предлагать себя о ее и 165 отнял не теперь контроль возможно вот этот спрайт из гвоздей был конечно восхитителен 7 секундами и зачем ты делал дела если не будешь драться для нее руки шараш молодец молодец ребята в осознан контроль не загорелась колена как же много ставить на рельсу данчес и в очередной раз она ему его подводит хэви достается стоуну по-любому 10 секунд будет развивать атаку желтый снизу а а такое агрессивный выпад от дачи зора не скажу что безрезультатно но мог иметь лучшие последствия нежели имеет несмотря на все эти рельсы попадания стол сохраняет контроль не стык у него значительно лучше вот сейчас равный дальше семей шанс молодец шафт есть но хорошо хорошо ладно профессиональчиком лучше знать чего стрелять равный счет финальная карта финала нижней сетки битва за второе третье место есть что терять три с половиной минуты до конца молодец по выходу с телепорта все-таки наградил дк рельс очкой понимает что на мигу пошло пошел огонек воссоздавай пока равный счет воссоздавай сеть тотемов шафт молодец ребята очень долго подались влево вправо доджили просто восхитительно но лучшим в этом плане был танчес не попал стон подлечения верстолет блять сравнивает счет соун тоже на краполях хороший ух и интрига не успевает на машинку или что-то переключиться возму может быть даже не желал данил вот забирает фраг лидерство стоун за три минуты до конца это здорово подспорье на пяти хп выживает отец а сыночек канул 75 интересный момент как бы не решающий сейчас только что был для всего финала нижней сетке понеслась голена по кочкам как вот а вот именно пятиконечная звезда до класс минута до конца конечно же стоит ожидать и жестких нападений из-за голены и только лишь правильно из-за угла вот так вот приготовить этот шашлычок данчес покидает матч явно понимаю что уже ничего не светит очень жесткая заруба была очень жесткая действительно тот момент было решающим но повезло больше отцу стоуну а вот данчес красиво проявил себя на турнире с уважением до данил но все же третье место стоун же подерется еще в гранд-финале гэгэс а